Напоминаю, вы смотрите телеканал «Вариант» и сегодня у нас в гостях заместитель директора Департамента социальной защиты населения Наталья Голубева. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально через несколько недель, через пару недель мы отмечаем день инвалида. 3 декабря, правильно? Правильно. Расскажите, пожалуйста, что это за день, почему все-таки принято решение отмечать Международный день инвалидов, для чего это делается? Международный день инвалидов отмечается во всем мире 3 декабря в соответствии с решениями Генеральной ассамблеи, которое было принято в 1992 году именно в целях привлечения внимания к проблемам и вопросам инвалидов. Ну и в преддверии этого события департаментом и подведомственным учреждениям проводятся мероприятия, которые адресованы именно в помощь инвалидам. Проводится у нас порядка 112 мероприятий будет в этом году. Сколько же времени нужно, чтобы их подготовить? Кто вообще этим? Ну кто это делает? Как это все происходит? Значит, естественно, мы все это делаем с участием наших подведомственных учреждений. Это комплексные центры социального обслуживания населения, социально-революционные центры для несовершеннолетних, стационарные учреждения, дома-интернаты, психоневрологические интернаты. Ну а поскольку население нашей Владимирской области где-то порядка более миллиона человек, но 10% от численности жителей Владимирской области, к сожалению, являются людьми с инвалидностью. То есть вот для этих 10% в принципе 3 декабря это праздник, для них и проводятся мероприятия. Что за мероприятие? Ну вы знаете, может быть это не совсем праздник, действительно это особый день, когда, как я уже сказала, необходимо отметить и выразить внимание этой категории людей. Но, как я уже сказала, что да, у нас будут проводиться многочисленные мероприятия, они очень самые разные. Это, будем говорить, и визиты внимания к семьям, имеющих детей. Это и концерты, это и вручение детям сувениров. Но что касается взрослых людей, соответственно, это социальные рейсы в отдаленные населенные пункты, это и мобильные бригады, когда выезжают у нас несколько специалистов и оказывают помощь в мелком ремонте какой-либо бытовой техники, в уборке дома, в уборке территории, прилегающей к дому. Ну и, соответственно, это такие тематические занятия в университетах третьего возраста. Центральными событиями Международного дня инвалидов у нас станет работа областной диалоговой площадки, как мы ее назвали, особенно дети 33, когда мы подведем, она состоится 1 декабря, с участием специалистов в социально-революционных центрах для несовершеннолетних, с участием представителей других субъектов. В частности, мы пригласили наших же коллег из города Москвы, из Курской области, как раз обсудить те проекты, которые реализуются в части социальной реабилитации детей-инвалидов, наметить наши, проанализировать нашу работу, наметить определенные планы, задачи на будущее с целью как раз помочь этой категории населения. Кстати, каждый год такого плана мероприятия проводится. Этот год чем-то отличается? Больше мероприятий? Меньше? Примерно столько же? Вы знаете, ежегодно мы проводим такие многочисленные мероприятия, поскольку уже определенно работан определенный опыт, мы уже знаем своих получателей социальных услуг, и они ждут нашего внимания в эти дни. И вот в частности, сегодня мы провели акцию под названием «Я рисую на шелке». Эта акция была организована на базе Кольчугинского детского дома, интерната для умственных отсталых детей, с участием также представителей тех ребят, которые у нас временно проживают в социально-революционных центрах. Обычно в предыдущие годы мы называли это акцию «Шелковой коллекцией», и она проводилась у нас, будем говорить, в очном таком формате. Ну а сегодня вот такое интересное направление, другой несколько формат. Да, детки, которые проживают у нас в Кольчугино, они получили, будем говорить, такую возможность очно пообщаться со своими сверстниками. Ну а дети, которые проживают в социально-революционных центрах, они уже слушали и принимали участие в росписи ткани на шелке. Они уже в формате онлайн. Но занимательное, в общем-то, такое мероприятие прошло, потому что дети своими руками сотворили, будем говорить, такое чудесное... Ну, наверное, все-таки... Платки расписывают, шарфы? Да, вот такой действительно, может быть, труд, что они расписали несколько платков, получилось шесть платков, причем рисунок на этих платках, допустим, вот гусь-хрустальные ребята, они рисовали гусей. Муром рисовали, значит, мост с фоном ромашек. В общем-то, такие тематические, интересные получились. Вот действительно, настоящее, наверное, изображение искусства доставляет столько внимания, столько позитива для таких ребят, что это дорогого стоит, проводя вот такие мероприятия. А куда потом вот этот платок? Остаются, естественно, эти платки в учреждениях, и из года в год у нас накапливается. Ну, и, соответственно, когда мы проводим какие-либо мероприятия, мы показываем труд, труд ребят. Они, естественно, видят свои стишки, и когда проводили ранние занятия, уже, будем говорить, в таком мощном формате, многие из них подружились, они уже друг друга нашли, будем говорить, и общаются в формате интернета. И просто рады видеть, когда действительно встречаются. Но вот, как я уже сказала, что проводился именно в таком формате онлайн, но все равно ребята... Тем больше было участников. Было больше участников, и действительно, в общем-то, праздник, он состоялся в таком формате, пусть и не совсем обычным, привыкшим к ним в таком варианте, но это было очень здорово. Ну, я думаю, что детям, подросткам такой вариант, возможно, даже предпочтительнее, независимо. Это, может, старое, более старшее поколение, они хотят точной встречи, а мне кажется, дети и подростки для них онлайн, это, наоборот, это сейчас их жизнь. Есть звонок зрителя, давайте выслушаем его. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена, у меня вопрос такой, какую помощь эти центры оказывают инвалидам? Какую помощь оказывают инвалидам? Ну, такой широкий вопрос. Ну, помощь разнообразную. Во-первых, предоставляют социальные услуги на дому. Те получатели социальных услуг, которые, чей доход не превышает полуторакратно величину прожиточного минимума, а это 14 700 рублей, они пользуются социальными услугами бесплатно. Ну, соответственно, все зависит от того, сколько услуг выберет гражданин, кратность этих услуг, какова, все это просчитывается в индивидуальном порядке. Основное, конечно, это предоставление социальных услуг. Что касается другого направления, при комплексных центрах социального обслуживания населения у нас имеются пункты проката технических средств реабилитации. Когда инвалиды, получая документ от медико-социальной экспертизы, этот документ называется индивидуальная программа реабилитации или абилитации, соответственно, учреждения социального обслуживания, они являются исполнителями некоторых мероприятий, которые непосредственно находятся в их полномочиях. И, соответственно, многим инвалидам выписываются технические средства реабилитации. В основном эти средства входят в федеральный перечень и выдаются фондам социального страхования. Но это нужно определенное время ожидать. Значит, у нас есть, имеется возможность при комплексных центрах социального обслуживания создавать такие пункты проката технических средств реабилитации. И для того, чтобы люди имели возможность вот здесь и сейчас получить в кратчайшее время такие средства реабилитации, они могут обратиться в комплексные центры по месту жительства, где им бесплатно предоставят, допустим, кресло-коляску во временное пользование. Когда они получат уже это средство реабилитации от фонда социального страхования, естественно, можно возвратить сидение в ванну, прикроватные столики, трости. Все этими вот такими вещами, средствами реабилитации можно воспользоваться. Часто ли, вот насколько востребована эта услуга, часто ли обращаются жители области? Такая услуга очень востребована, и в год у нас идут обращения, порядка двух с половиной тысяч человек пользуются этой услугой. Давайте продолжим по мероприятиям. Вот, кстати, вы говорите, детских мероприятий в принципе больше, а они более востребованы. Ну, вы знаете, мероприятия мы, допустим, недели, что востребовано, мы проводим для всех категорий населения. Вот мероприятие у нас очень приятное. В понедельник открылось отделение социальной реабилитации при Камешковском комплексном центре социального обслуживания населения. Это уже, будем говорить, для инвалидов молодого возраста, не для детей. Соответственно, на эту базу будут приходить инвалиды. Где-то порядка у нас в месяц будет заниматься 10 человек. Курс реабилитации рассчитан от 10 до 21 календарного дня. Отрабатывается и составляется программа. В основном, конечно, это программа на занятия и обучение социально-бытовым услугам. То есть ребята будут учиться готовить несложные блюда, будут учиться, как правильно пользоваться денежными средствами, как оплачивать квитанции. Квитанции, конечно, будут для них предоставляться и познавательные мероприятия, организовываются мастер-классы. В обязательном порядке с ними работают психолог, проводятся лекции, работают педагоги. И такая квартира, вернее, не квартира, а такое отделение социальной реабилитации есть во многих других центрах в городе Владимире, в Судокотском районе, в Коврове, где действительно молодые инвалиды приходят и уже какое-то определенное время, в дневное время занимаются этими мероприятиями. Это и досуг, и социализация? Или это не досуг? Это и творчество, и досуг, соответственно, это и социализация в обществе. А вот каким образом, допустим, сам нуждающийся человек может узнать о такой помощи? Это либо родители, либо... Ну вот как они узнают, что да? Либо это ведь, скорее всего, когда инвалидность присваивается, вряд ли рекомендуется посещение вот такого центра. Ну, конечно, как я уже говорила, существуют определенные документы, индивидуальная программа реабилитации и абилитации услуг. И, как правило, вот такую информированность о наших социальных услугах, она располагается информацией на сайтах. Мы часто даем публикации и рассказываем о своем опыте работы в газетах. Мы часто выезжаем, как я уже сказала, в социальные рейсы, это мобильные бригады. Ну и, соответственно... Ну, с Рафаной радио, наверное, тоже, да, общаются между собой? Города у нас в основном маленькие, и работа наших комплексных центров, она все равно знакома многим жителям той или иной территории. Поэтому люди приходят, приходят к нам, тем более люди, они частые гости в комплексных центрах социального обслуживания. Насколько важно не только, понятно, что в городе, наверное, все-таки вот этих услуг больше, ну, просто потому, что город больше, а насколько важно наличие вот этих комплексных центров по области? В каждой территории, которая у нас имеет статус городского округа, муниципальных районов, имеются такие подведомственные учреждения. Поэтому каждая территория у нас, в общем-то, такой работой, такими направлениями она охвачена. И в каждой территории, вот если мы говорим о мероприятиях, да, хочется все-таки о положительном, в том числе, тоже в каждом комплексном центре какие-то мероприятия проводятся, то есть что-то делают? Конечно, конечно. Каждое мероприятие, оно, допустим, по-своему организовано. Кто-то, как я уже сказала, ну, сейчас вот ограничено наше общение, и в обязательном порядке, когда мы приглашаем уже к себе в помещении комплексных центров, конечно, желательно, чтобы люди пришли к нам уже провакцинированные. Сейчас эту тему обязательно, да, поднимем. У нас есть звонок телезрителя. Алло, Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а будет ли возможно для маломобильных пожилых людей и инвалидов вакцинироваться от коронавируса на дому? Спасибо большое. Ну, вот, собственно говоря, да, вы сказали слово вакцинация, и, пожалуйста, звонок тоже на эту тему. Спасибо вам за вопрос. Спасибо за вопрос, но хочу пояснить, какой момент. Значит, вакцинация проводится, вернее, будем говорить так, что наше подведомственное учреждение проводит мониторинг граждан, которые хотели бы вот как раз провакцинироваться. Поступают, соответственно, гражданам звонки. Я прошу гражданам не беспокоиться, потому что вот информацию, кто звонит, ее легко проверить. Люди могут спросить фамилию и отчество звонившего, уточнить, откуда он, с какой организацией, ну и, соответственно, сделать обратный звонок и уточнить, если кто-то в чем-то сомневается. Вот мы проводим такой мониторинг. И наши социальные работники уточняют, кто желает привиться. Соответственно, согласуют график с медицинскими организациями для того, чтобы конкретно могли люди подойти и, соответственно, сделать прививку. Что касается вакцинации на дому, естественно, можно передать эту информацию в наш комплексный центр, либо на единый социальный телефон, который у нас работает круглосуточно. Извините, перебиваю. У нас периодически во время нашего разговора единый социальный телефон, вы видите на своих экранах, 8 800 450 01 21 могут сообщить о своем желании, и мы можем доставить граждан для вакцинации в медицинское учреждение. Конечно, вопрос привиться на дому, это относится чисто к медицинской организации. Если у них возможность выхода медицинского работника на дом, нужно решать с ними конкретно. А что касается наших социальных работников, нашей сферы, мы предлагаем бесплатную доставку в медицинские организации. То есть можно, если, допустим, человеку не звонили, вы обзваниваете, да? То есть вы, в принципе, предлагаете сейчас своим подопечным. Да, предлагаем такую услугу, бесплатную доставку в медицинское учреждение. Такая доставка осуществляется обязательно с участием нашего сотрудника, и медицинские организации, будем говорить, принимают уже такую группу людей, которые сформированы учреждением социального обслуживания бесплатно. Не приходится длительное время ожидать в коридорах, то есть все это проходит довольно быстро. Насколько активны наши граждане, если мы говорим о ваших подопечных в вопросах вакцинации? Знаете, в настоящее время есть граждане, которые сомневаются в вопросах вакцинации. Многих отговаривают родственники. Но, как видим из практики нашей работы, сотрудники, допустим, наших учреждений, они привиты, привиты уже на 80% и активно занимаются, в общем-то, сбережением своего здоровья. Что касается наших подопечных, да, они принимают решение вакцинироваться. И многие также уже это решение приняли положительно. Тем более, вот у нас есть, как я уже сказала, такая услуга по доставке. Это очень здорово, и они благодарят нас за то, что есть такая возможность. Но, с другой стороны, сейчас обязательным условием, чтобы быть получателем наших социальных услуг, как я уже сказала, особенно в полустационарной форме, когда граждане к нам приходят на занятия, необходимо иметь прививочку, вакцинацию, чтобы действительно жить, будем говорить, полноценной жизнью и ходить в кино, ездить с нами вместе на экскурсии. В общем-то, будем говорить в полной мере, чувствовать более себя свободно. Это вы сейчас так немного приоткрываете завесу о социальном проекте «Активное долголетие». Да, да. У нас, кстати, не так давно был в гостях Сергей Сергеевич Полуэктов, рассказывал о том, что, в принципе, также активно пенсионеры участвуют в этом проекте «Активное долголетие». Но поговорим о нем после небольшой рекламы. Не переключайте. Вы смотрите телеканал «Вариант». Напоминаю, наши гости сегодня заместитель директора департамента социальной защиты населения Наталья Голубева. Наш эфир прямой, телефон студии «Прежний» 44 40 47. У вас еще есть возможность позвонить к нам и задать вопрос. До рекламы немного приоткрыли завесу о социальном проекте «Активное долголетие». Кто в нем принимает участие? Что вообще за проект и для чего он? Проект «Активное долголетие» у нас уже работает не первый год. Существует национальный проект «Демография». В рамках его реализации разработан и федеральный проект «Старшие поколения», и также реализуется региональный проект «Старшие поколения». И вот одно из таких мероприятий, очень ярких, необходимых для граждан старшего поколения, является как раз реализация социального проекта «Активное долголетие». Он имеет несколько направлений. Это направление и творчество и досуг, это и спортивное долголетие, это и работа университетов третьего возраста. Что касается спортивного долголетия, то наши граждане старшего поколения быстро сориентировались в таком движении, как «Северная ходьба», «Скандинавская ходьба», мы говорим об этом, и как раз при комплексных центрах социального обслуживания созданы такие группы здоровья, которые активно занимаются этим направлением. Что касается университетов третьего возраста, слушателями, как мы называем, в народных университетах у нас являются также люди старшего поколения, которые действительно хотят, будем говорить, быть самореализованными, пополнять багаж новых знаний. Ну, соответственно, привлекается вот для расширения кругозора мы в университет третьего возраста приглашаем всех желающих, но, как я уже сказала, с учетом вот наших нынешних условий жизненных, это в обязательном порядке, если к нам хотят уже вот на базу комплексных центров в помещении прийти, должны быть обязательно вакцинироваться. Ну, и с прошлого года у нас широко развито для тех людей, которые владеют техническими средствами, это компьютеры, проводятся занятия и в онлайн-формате. Они действительно стали популярными, но человеческое отношение, человеческое общение, в общем-то, естественно, на первом плане, люди хотят общаться. Вот, да. Когда мы говорили про детей инвалидов, про мероприятия, да, там онлайн, как это сейчас принято говорить, я думаю, прекрасно заходит. А вот для пенсионеров, вот для этого проекта, наверное, все-таки интереснее, хотят таких вот оффлайн-встреч, да? Да, конечно, очный формат, он всегда был главным, наверное, стимулом граждан старшего поколения, особенно у тех, которые не имеют родственников, а в наших учреждениях они нашли себе по духу близких людей. Действительно, очень много общений, очень много опыта, и вот такие направления в университетах третьего возраста, как и сат и город, наши, естественно, бабульки очень любят заниматься этим делом, и здоровые долголетия, и истории краеведения, истории искусства, финансовой грамотности, ну, соответственно, пользуются успехом. Как вы говорите, Сергей Сергеевич уже рассказывал, что направление именно по информатизации, обучение именно компьютерной грамотности, оно дает свои результаты, поскольку наша жизнь действительно построена вот в таком формате, что необходимо пользоваться и различными программными продуктами, и телефоны. Многие именно люди старшего поколения, я думаю, что для них сейчас не представляет каких-либо сложностей пользоваться последними моделями телефонов, и, соответственно, общаться по скайпу со своими родственниками, которые проживают где-то в других областях. Все это очень здорово, все, естественно, действительно позволяют актуально, в общем-то, такие вот именно в период самоизоляции действительно такие общения, они очень в настоящее время актуальны и приветствуются среди людей старшего поколения. Конечно, вот как им, наверное, рассказал Сергей Сергеевич Полуэктов, действительно, наша область, она вошла в число лидеров, и наши жители Владимирской области стали чемпионами и завоевали вторые места в призовом командном зачете на 11-м Всероссийском чемпионате по компьютерной грамотности и в командном первенстве, и в личном зачете, в общем-то, привезли замечательные подарки. Там и ноутбуки были, по-моему, и смартфоны, поэтому вот их пристрастие, их, наверное, вот такое увлечение они дают и свои, не только вот такие положительные, будем говорить, моральные удовлетворения, но вот видите, как и соответственные призы очень достойные для таких людей. Ну вот для того, чтобы в этом проекте поучаствовать, как я понимаю, никаких условий, ну, непосредственно участников выполнять не нужно, то есть он не должен быть там, я не знаю, одиноким, малоимущим и так далее в этом плане. Нет, главное, чтобы было желание, настроение человека сделать шаг на такое, будем говорить, свое, вступить в стезиум. Естественно, комплексные центры социального обслуживания, двери всегда открыты для таких категорий людей, готовы общаться, готовы принимать. Если ранее, допустим, занимались социальным туризмом, это очно, то есть сейчас очень развитый у нас виртуальный туризм, и жители приходят в университет третьего возраста, есть у нас соответствующее оборудование, есть преподаватели, волонтеры, а их у нас более там 100 преподавателей. Как раз хотела спросить, да кто это все делает? Да, в основном это волонтеры и наши сотрудники, которые готовят определенные программы, это и виртуальный туризм, как я говорила, очень разнообразные программы, поэтому я приглашаю в наши учреждения, но опять же под условиями, если вы приходите очно, то вы должны быть провакцинированы, чтобы сберегать здоровье и свое, и тех людей, которые находятся вот с вами рядом. Еще один стимул для того, чтобы возможно сделать прививку для тех, кто еще этого не сделал. Если человек одинок, если он нуждается в помощи медицинской, социальной, здесь каким образом ему нужно поступить, и какая помощь ему вообще возможно может быть оказана? Ну там переболел, допустим, тем же коронавирусом, нуждается сейчас в каком-то уходе и так далее. Да, и как я уже говорила, вот вопрос в частности прозвучал, мы людей, которые нуждаются в предоставлении социального обслуживания, в предоставлении социальных услуг, берем к себе на обслуживание, и, соответственно, этот вопрос, ну, первоначально решается документально, поскольку нужно оформить документы. Решение о гражданине, о признании его нуждающих в социальном обслуживании принимается уполномоченными органами, которые являются у нас отделом социальной защиты населения по месту жительства гражданина, оформляется соответствующее решение, и уже с учетом пожеланий самого человека, какие услуги он хочет себе, будем говорить, получать, либо это приготовление пищи, либо это уборка квартиры, обеспечение и доставка лекарственных средств, то есть он решает уже с учетом, мы смотрим его пожелания, соответственно, комиссия выходит, смотрит, как человек себя чувствует, какие у него есть возможности, какая степень у него ограничений к самообслуживанию, все это рассматривается, и, соответственно, принимается решение. Ну, и в помощь таким людям, которые находятся у нас на социальном обслуживании, конечно, социальный работник приходит. Что касается предоставления медицинской помощи, медицинская помощь предоставляется, соответственно, медицинскими организациями, но мы оказываем содействие, мы, социальный работник, вызывает медицинского работника на дом, либо, если это нужно, какое-то, допустим, прохождение какого-либо обследования, соответственно, мы сопровождаем этого человека в медицинскую организацию и доставляем на транспортном средстве, поэтому такая возможность есть, Человек не находится в одиночестве, а уже пользуется услугами государства, пользуется конкретным работником, за которым он закреплен. Если мы сегодня все-таки говорим о людях с ограниченными возможностями, если говорить инвалид-колясочник, сопорно-двигательная система, все ли органы соцзащиты доступны для инвалидов? Или, допустим, если в каком-то здании находится, где-то в области здания, где невозможно приехать на коляске и так далее, здесь есть решение вопроса? Да, решение вопроса в обязательном порядке у нас имеется, поскольку наши социальные учреждения, они действительно являются востребованными этой категорией граждан. К нам очень часто приходят в отделы социальной защиты за мерами социальной поддержки, соответственно, в комплексные центры за получением социальных услуг. Будем говорить не только постоянного характера, но есть у нас еще услуги срочного плана. Это как раз если человеку срочно нужно оказать помощь, обеспечить его либо одеждой, либо продуктом питания, есть и такая помощь. Соответственно, наши подведомственные учреждения, они доступны для различных категорий инвалидов. С 2014 года мы включены в программу, в государственную программу «Доступная среда». И если брать такой статистический процент оборудования наших учреждений, то 98% наших учреждений считаются доступными. Поскольку имеются при входе соответствующие пандусы, оборудованными световыми табло, табло, которое либо это голосовое сообщение, либо это световое сообщение, в зависимости от категории инвалидности, как вы уже сказали, либо это граждане с нарушением зрения, с нарушением слуха. Мы стараемся, чтобы наши объекты ежегодно были оборудованы своевременно и предоставлялись услуги качественно. А каким образом происходит, если человек сам себя обслуживать не может, просто помощь на дому уже не подходит, человек одинок здесь? Да, значит, есть такая форма социального обслуживания, как стационарная форма. Соответственно, мы предлагаем, как вы уже сказали, когда исчерпаны все возможности надомного обслуживания, человеку необходим круглосуточный уход, то мы предлагаем воспользоваться услугами стационарных учреждений. Это пансионаты, которые принимают граждан в том числе не только на постоянное проживание, но и временное проживание. Поэтому те граждане, которые готовы, и родственники, соответственно, готовы на этот шаг, мы предлагаем действительно пожить в этих учреждениях стационарного профиля. Насколько они востребованы? Есть ли очередь в них? Очередности в пансионаты, будем говорить, общего профиля для граждан просто пожилого возраста у нас не существует. Но на начало года у нас существовала очередность в психонерологические интернаты. В настоящее время очередность существует, но она минимизирована. Если, допустим, где-то на начало года у нас было порядка 120 человек, то сейчас где-то 70 человек находятся в очереди. Но для ликвидации очередности принимаются определенные меры. Мы строим новые учреждения повышенной комфортности. Расскажите, расскажите. Да, мы строим новые учреждения повышенной комфортности. В ноябре прошлого года мы открыли новый корпус Арбузовского психонерологического интерната. Это действительно учреждение современного типа, поскольку законодательством сейчас предусматриваются новые требования. Люди должны проживать в достойных условиях. И именно новые учреждения у нас для проживающих. Один-два человека проживают в комнате. Но в основном, конечно, это двухместные, будем говорить, такие комнаты, квартиры. Также имеются условия для социальной реабилитации, поскольку система долговременного ухода, и это, будем говорить, одно из направлений, которые реализуются именно в стационарных учреждениях, как раз это тот план мероприятий или те мероприятия, которые и социального плана, и медицинского плана, когда людей именно реабилитируют, и есть возможности лечения, есть возможности для того, чтобы люди были, будем говорить, социализированы или же занимались, будем говорить, основным, не только по какому-то, будем говорить, своему усмотрению, но и занимались культурными направлениями. То есть, чтобы вели активную жизнь. Вели, да, вели активную жизнь. А вот смотрите, помимо такого плана интернатов, я знаю, есть еще приемные семьи, да? Да, это, как мы называем, стационарозамещающие технологии, когда люди проживают конкретно у помощников, и те люди, которые готовы принять к себе в семью, будем говорить, совершенно чужого человека, но до этого момента, естественно, проводится знакомство подопечного и помощника. Опять же, эту работу ведут у нас комплексные центры социального обслуживания. Существует определенный реестр, где ведут учет и помощников, и подопечных. И приемные семьи у нас создаются с 2013 года. Такое направление, будем говорить, оно развивается. Помощники получают они не бесплатно. Ухаживают за своими подопечными. Выплачивается ежемесячное вознаграждение порядка свыше 8 тысяч рублей. Если же подопечные имеют первую группу инвалидности, то это вознаграждение побольше где-то 10 тысяч рублей. И таких приемных семей, где-то у нас сейчас 142 приемные семьи, но проживают в них чуть более людей, 163 человека, поскольку в некоторых семьях не по одному подопечному. Есть и по два, и по три человека. Вот вы лично, кстати, за приемную семью или за интернат? Вы знаете, конечно, я лично, чтобы человек оставался дома, чтобы он чувствовал родные стены, наверное, возможно, это проживает, вернее, человек, наверное, все-таки проживает в тех условиях, к которым он более привык. И если брать инвалидов молодого возраста, ну, несколько, наверное, у них свой взгляд на свою жизнь. Может быть, они бы попробовали проживать в стационаре, но для людей уже преклонного возраста, для них, наверное, все равно оставаться лучше дома. И в приемной семье, в общем-то, говорит, как свои стены помогают, да, всегда. Поэтому развитие приемных семей, я хочу и обратиться, у нас поступательно растет, поэтому действительно те люди, которые согласны в этом направлении работать, согласны участвовать в жизни, будем говорить, своего соседа, либо каких-то своих знакомых, по которым, в общем-то, которых знают они этих людей. Пожалуйста, в этом нет каких-то проблемных вопросов. Мы поможем и подготовить документы, поможем, в общем-то, создать такую приемную семью. Спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня заместитель директора Департамента социальной защиты населения Наталья Голубева. Наталья Викторовна, спасибо вам. Спасибо вам.